Уровень воды в реке Селинга продолжает сохраняться на отметке 210 сантиметров. За сутки прибытия не было. А здесь, в районе Степной протоки, сейчас происходит отсыпка дамбы. Стражилы говорят, что в случае прибытия большой воды, вся она хлынет именно в это узкое горлышко. И именно здесь хорошо клюет, говорит рыбак Виктор Ангоевич. На устье ловит сорожку. Пенсионер уверен, вода прибыла, рыбы стало больше. Все боятся наводнения, а вы ловите рыбу. Да? Вам бояться нечего, не страшно ничего? Да утопит, да утопит. Что сделаешь? Природа. Но на вашей памяти было такое, что Селинга выходила из берегов? Было. Это, по-моему, в 92-м или что-то. Последний раз. На лодках действительно плавали? Да. Ольге Егоровой не до рыбалки. В погребе затопило все трехлитровки. Запасы на зиму пришлось вывозить в безопасное место. Вещи мы вывозили уже буквально два назад. Сидим на чемоданах. То есть, ну, как бы ожидаем, может быть, все-таки вода будет спадать. Ну и надеемся, что все будет хорошо. Вот сегодня у нас начали уже отсыпать. Эвакуировали все и оставили вещи по минимуму и семья Анны. Ну да, на второй этаж, что смогли, занесли. Технику вывезли. Подполье тоже затопило? Ну, у нас нет подполья. Здесь, в месте слияния рек Степная протока и Селенга, риск выхода воды действительно высок. Сегодня сюда из истока завезли порядка 20 машин песчаногравийной смеси. Берег песком и гравием укрепили сразу на 400 кубометров. Подготовка идет, значит, полным ходом уже. Вот четвертые сутки. Круглосуточно организованное дежурство. Мониторим ситуацию на наших реках в тонких местах. За обстановкой прямо на берегу следит штаб. Местные надеются, что уезжать все же никуда не придется. И продолжают мониторить погоду. Мария Латышева, Сергей Костенко. Новости дня.